По данным Минздрава, трёхэтапная вакцинация населения планируется на начало лета. На первом этапе будут прививаться медики. На втором этапе будут привиты группы риска и социально уязвимые слои населения в рамках программы Ковакс. И на третьем будут продолжены прививки за счёт государства и донорских организаций. Сумма требуемых средств на проведение первого и третьего этапа профилактических прививок составляет 226 миллионов сомов. Будут привиты 371 тысяч человек из группы повышенного риска – медики, учителя, социальные работники. В рамках глобальной программы Ковакс, которая обеспечивает доступ к вакцинам против коронавируса, стране было предложено 9 различных вакцин. В настоящее время Минздрав проводит их изучение, подготовительные мероприятия для приёма всей партии выбранной вакцины. Кыргызстан должен выбрать вакцину, подходящую по эффективности, по соответствии к холодовым требованиям. Также хотим уточнить, что обеспечение холодовой сепи, холодильники, морозильники, реверсераторы для соответствующего хранения вакцин и его транспортировки будет проработаться совместно с ЮНИСЕФ. Кроме того, ведутся подготовительные работы с ФБР, АБР, ИБР о подготовке предложений по финансовому содействию в решении вопросов иммунизации. В Кыргызстане нового штамма коронавируса, зарегистрированного в нескольких странах мира, не выявлено. Однако распространяется он намного быстрее, чем COVID-19. А потому есть опасения, что он может попасть в страну. А вот статистика по коронавирусу на сегодня. В Кыргызстане за сутки выявили еще 118 случаев небольничной пневмонии и COVID-19. В Бишкеке зарегистрировали 47 случаев, в Аше – 2, в Чуйской области – 23, Ожской – 10, Таласка – 4, Нарынской – 10, Иссыкульской – 14, Джалабадской – 8. С марта в республике зарегистрировали 83 703 случаев небольничной пневмонии и COVID-19. За сутки от коронавируса скончались два человека. По одному летальному случаю зарегистрировали в Чуйской и Иссыкульской областях. За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1396 человек. Между тем, на сегодня лечение от коронавируса получает 1714 человек. Амбулаторно лечится – 1017 пациентов, в больницах – 697. В том числе 33 человека в крайне тяжелом состоянии, 219 – в тяжелом. Состояние основной массы больных оценивается как средней тяжести. Только три пациента в удовлетворительном состоянии. По словам Алымкадыра Бешиналиева, вакцинация начнется с 1 июня. Нужно отметить, что прививать население будут добровольно.